Своей стороны хочу поблагодарить искренне о том, что вы меня приняли. Для меня это очень высокая честь, даже с точки зрения дипломатии, когда президент республики и государство принимает простого депутата. Это очень знаковое событие для меня. Вы не простой депутат, вы наших отношений ставили. Вы же видели это. Вы не боялись идти против Чечения, потому что вы считали, что украинские отношения – это на века. В исторической перспективе мы сейчас переживаем то, что переживало времена Киевской Руси, когда было раздробление и внешний фактор мешал, и нас братские народы разделяли, потом мы теряли государственность и были подметом других государств. В исторической перспективе мы все понимаем. Я хочу высказать свою позицию, почему я так себя веду. Это не просто, потому что я так один. Да, это внутренние мои убеждения. Я считаю, что Украина и Беларусь – это два самых близких народа. И кто бы ни был у власти, что бы ни происходило, никогда этот народ не разделить. Меня многие могут обвинить, якобы я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы, в смысле политической нации, большой нации, не этнические украинцы, а всех национальностей, которые проживают в Украине, тяготеют и любят Беларусь и белорусский народ. И они внутренне, даже те, кто не могут сказать этого, они сопротивляются тому, что происходит. Я просто выражаю мнение этих людей, я не говорю, что это большинство или меньше, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Иванович, своим президентом в Украине. Это же не просто так, это социология, это наука. Поэтому делать такие заявления, как делают наши некоторые политики, это недопустимо. И почему я это делаю? Это опасно, это не приветствуется. Я сейчас приеду, все Смитом определенные будут на меня грязь лить. Люди должны видеть кого-то, кто не боится, кто ведет за собой и показывает другой путь. Потому что идет к тому в Украине, что вот эти нарративы, информационное постоянно давление, они просто, люди теряют веру в надежду на здравый прагматизм, на здравый смысл. Вся политика, которая направлена на разрушение связей экономических, связей дружественных со соседями, никогда ничего хорошего в Украине не принесет.